Добрый день, Юрий Иванович, я вас приветствую от имени Центра геостратегических исследований из Белграда. Хотела бы сказать пару слов для аудитории. Юрий Иванович Подоляко, один из самых известных, мне кажется, русскоязычных блогеров, которые пишут про специальную операцию на Украине, у вас, если я не ошибаюсь, примерно 2 миллиона 200 подписчиков в Телеграме только. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете интерес к вашей личности и к блогам, которые вы ведете? Добрый день. Ну, чем? Я так понимаю, правдой, потому что людям нужна правда, они ее находят в моем блоге, соответственно, делятся со своими друзьями, знакомыми, очень многие мне пишут о том, что вот я на тебя подписался и подписал всех своих друзей, знакомых, близких, и вот так вот аудитория сформировалась. Да, на сегодняшний момент примерно 2,2 миллиона это в Телеграм-канале, но Ютуб-канал, знаете, мой заблокирован. Как только он перевалил за 3 миллиона, они его заблокировали, более того, после того, как заблокировали мой, там очень много было каналов, сегодня, как только появляются мои ролики, их блокируют, блокируют, ругают прямо вот на корню, только мой ролик, сразу ругают все Ютуб-каналы, такие только находят. То есть травля идет в Ютубе, просто вычищают полностью. Ну, именно по той же самой причине, потому что Ютуб не любит правду. Да, это мы уже понимаем давно, уже давно понимаем. Скажите, пожалуйста, мы пока шли до, значит, места, где мы записываем видео, многие люди на улице вас просто узнавали, и даже это хотели с вами здороваться, фотографироваться. По вашему мнению, кто все-таки больше всего смотрит ваши, ну, следит за вашими блогами? Какая ваша аудитория по возрасту, социальному положению, в какой стране больше популярна? Ну, по стране не могу сказать, потому что я сейчас в России нахожусь, поэтому не могу как бы сравнивать, да, не находясь в другой стране, трудно корректно сравнивать. А по России в основном это люди возраст 35+, 35 и выше, люди, которые, интересно то, что происходит не только у них в доме, но и в стране, и в мире в целом, поэтому как бы тематика эта интересная им. В основном это мужчины, хотя женщин тоже очень много, приходится от женщин отбиваться подписчикам, ужас, куда они меня разорвали на часть, я так понимаю, женщинам палец в рот не ложи, это точно. А как вы планируете дальше развивать вашу деятельность? Да я, собственно, ничего никогда не планирую, это знаете, есть такая хорошая пословица, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я неоднократно убеждался за последние 8 лет, а я этим занимаюсь 8 лет, что эта пословица, наверное, правдивая и бессмысленно строить план, я просто понимаю, куда я иду, то есть я поставил свою цель, я просто к ней иду. Я могу изменить направление движения, то есть увидев более оптимальный маршрут, но в целом я иду к той цели, которую я себе поставил, то есть изменить мир в лучшую сторону, чтобы наша страна, наше общество, в первую очередь наше большое, как я называю, ментальное пространство, вернуло то достойное место для себя в новом будущем мире, который уже очевидно начал трансформироваться, и тот англо-саксонский пакс-американ он уже заневает. Ну и, собственно говоря, это движение, почему мне еще оно очень близко, что оно не только за нас, оно, по сути, за всех жителей Земли. Я, например, не считаю, что в США живут какие-то враги, я не считаю, что в Европе живут враги, нет. Я считаю, что те политические верхушки, клики, которые захватили у них власть, а демократия там давным-давно не пахнет, достаточно посмотреть на тех журналистов, как их преследуют в Европе, которые пытаются говорить альтернативную точку зрения, а их преследуют не хуже, чем в Киеве. То есть, когда говорят, вот у нас демократия, что вы тогда называете демократией? Кстати, очень хорошо, когда кто-то проговорился, демократия – это власть демократов. Ну, тогда и все понятно. То есть, все-таки классическая демократия – это власть большинства. А в данном случае мы имеем классическую власть меньшинства. Достаточно посмотреть, кого эта так называемая демократия защищает. Она ведь защищает меньшинство и тралит большинства. То есть, она в этом отношении работает абсолютно одинаково во всех странах. И все-таки, если вернемся к вопросу аудитории, как вы думаете, кто больше всего интересуется вашими? Ну, это мужская аудитория, да, 35+, в основном вот это такая аудитория. Молодежь, мне очень радует, что и молодежь начинает интересоваться, молодых людей много, но тем не менее основная аудитория… Ну, молодежь, я сам молодым был, я знаю, что молодых в основном интересуют другие вещи. Ну, я сам таким был, я понимаю, почему их сейчас это не интересует. Но через 15-20 лет, когда они заводят семьи, рождают детей, воспитывают, они начинают интересоваться совершенно другими проблемами. И, соответственно, тогда возникает интерес и к политике, и к геополитике, и попытки разобраться, что происходит в мире, что на самом деле происходит в мире. Потому что, к сожалению, сегодня журналистика, она работает, ну, она всегда работала так, но сейчас просто она просто по-другому вообще никак не работает. Она служит интересам политических элит. А с учетом того, что политические элиты во многих странах прогнили, она не выполняет свою главную роль, это присмотр за властью, чтобы она не зарывалась. И я очень бы рад был принять участие в создании журналистики нового типа, где бы мы вернули правду на страницы наших блогов, в данном случае 21-й век, теперь это блоги, это не страницы издания. Вы сказали, что вы сейчас находитесь в России, в основном отсюда работаете. А тем не менее в интернете, когда я смотрела про вас, вашу биографию, написано, что вы украинский блогер, родились вы на Украине. Как вы себя ощущаете? Я в Украине всегда так ощущал, мои предки всегда были украинцами, в классическом понимании этого слова. То есть по отцовской линии, из казацкого рода, по колене, не знаю сколько, но до начала 17 века, там можно проследить, где мы жили, наши мои предки, по материнской линии, тоже с украинского села, Харьковская область, Тесамской области. Они, вернее, первые, кто поселились в городе. Ну, я первое поколение, которое в наших, так сказать, предки, которые родились в городе. До этого мы жили все, и, соответственно, классические украинцы. А чем, по вашему мнению, непосредственно гражданам Украины выгоднее сейчас восточный курс развития, а не про западные, западные или, как сказать, евроинтеграция, можно так это обозначить. Да потому что евроинтеграция за эти 30 лет показала, что она ничего хорошего в Украине несет. Да, понятно, что им сейчас украинцы объясняют, что виноват во всем Путин, но ведь не Путин же ставил украинских президентов, не Путин, в конце концов, создавал ту политику внутри Украины, которая, ну, по сути, какая она европейская политика. Если Европа официально объявляет о том, что национально-меньшинство имеет право на свое развитие, на культуру, а в Украине это все выжигается каленым железом. Причем, подчеркиваю, это было и до 2014 года. Прессовали, это все было. Просто сейчас это гипертрофировано до такой степени, что просто уничтожается до маразма. Все, все, что только можно уничтожать. Это постепенно закладывалось, это изначально. И я просто знаю, потому что я, не знаю, знаете вы или нет, я в молодости был украинским националистом. Я все это делал с той стороны и изнутри. То есть я знаю, о чем я говорю. То есть я не просто говорю то, что кто-то передал. Я сам этим пережил, я сам знаю, что это было. И поэтому постепенно, с возрастом поумнев, я понимаю, что это в том числе мой долг, вот это все, чтобы оно ни в коем случае не победило в мире. Потому что если это победит, это война всех против всех, в конце концов, ничем хорошим это не закончится. А с точки зрения нашего народа, то есть сегодня это идет, по сути, гражданская война на территории постсоветского пространства. И выгодна она тем людям, которые за пределами этого пространства. Не случайно, если мы посмотрим, последние несколько дней назад было несколько интересных визитов в Киев. То есть делал визит президент Франции, канцлер ФРГ и премьер-министр Италии. Ну там еще, по-моему, президент Румынии, но он там постоку-поскоку был. Так вот, идея была такова, что страны есть, хотят каких-то мирных переговоров, но буквально сразу же прибежал Борис Джонсон, и сказал, нет, никаких переговоров. Война до последнего украинца. Ну и, соответственно, Зеленский выполняет его команды. То есть, к чему я говорю, что Зеленский и, соответственно, любая власть в Украине сегодня, она уже не субъектна. Она просто является колонией, это как бы приказчики, которые выполняют чужие интересы. И вот именно выполнение чужих интересов, а не отстаивание своих. А я же человек Сумской области. Я просто знаю ситуацию. У нас в Сумской области, даже перед самым 2014 годом, 77 или 78 процентов экспорта из области шло в Россию. То есть, нам это выгодно. И если посмотреть на территорию Украины, то подавляющее большинство украинских предприятий завязаны были на Россию. Соответственно, нам выгодно, если с точки зрения жителей Украины, дружеские отношения с Россией, соответственно, налаживание экономических интересов. Но это шло вразрез с интересами тех людей, которые поставили верхушку политическую. И война стала, по сути, неизбежна. И, опять же, если бы они хотели добра Украине, за 30 лет они бы его уже построили. Они же сознательно создавали страну, которую можно было бы натравить на Россию. Поэтому за 30 лет уже, извините, но вы показали себя. Почему специальная военная операция, а не война? Вы знаете, этот вопрос я тоже очень много задаю, потому что я это называю войной. Для меня это война, более того, для меня это гражданская война. Почему вы так считаете? Ну, потому что я расскажу историю, например, свою. Да, мой брат, ну, с той стороны, да, там очень страшная история. Он сдал СБУ моих родственников, мою дочь, своих родителей. Там такая трэш, я просто не могу себе представить, я без слез этого говорить не могу. Эта война прошла по моей семье, вот, прям по сердцу. Это, ну, там страшная вещь. Вот вы в Сербии, вы лучше всего меня поймете. Да, у нас тоже такая история. Да, у вас было примерно то же самое. Это просто по семьям порубило многие люди. Один брат там воюет, другой там. Как ее называть еще эту войну? Гражданская. Да. Украина, это, по вашему мнению, суверенное государство на сегодняшний день? Нет, это вообще не суверенное государство, это абсолютная колония. И из-за этого, я думаю, по итогу этих катаклизмов, этих событий, она исчезнет как государство. Ну, потому что те люди, которые его создали, уничтожают сейчас тот фундамент, который там еще остается. Соответственно, после того, как войну Украина проиграет, у нас, скорее всего, исчезнет с политической карты мира. Неблагодарно. Как-то это сложно, на самом деле, давать какие-то прогнозы, делать. Особенно, когда речь идет о военных действиях. Ну, и на самом деле, когда идет речь о политических итогах впоследствии этих действий. Как вы считаете, как на самом деле после всего этого будет выглядеть Украина, вернее, пространство, которое она сегодня занимает? Ну, пока самый вероятный сценарий это после каких-то событий на фронте. Опять же, мы не будем говорить по времени. Я не думаю, что это все закончится в этом году. Дай бог, чтобы закончилось в следующем. Украинские выраженные силы. Ну, опять же, форс-мажоры могут в любой момент эту войну остановить здравомыслие. Ну, пока все говорит о том, что Запад не хочет. Те люди, которые руководят Вашингтон и Лондон, они не хотят отморки этой войны. То есть, когда ВСУ будет разгромлены, начнется реализация афганского, так называемого, сценария. Когда начнется рушиться все этот настройка государственная. И тогда Польша, она изначально, еще когда толкала Украину на этот путь, она понимала, что это закончится схваткой под Украиной и Россией. Соответственно, Украина проиграет. Польша уже готовилась, она уже подготовилась к оккупации части украинских земель. Принято соответствующее решение. Более того, украинский парламент, в нем сейчас законопроект о том, что польская армия может находиться на территории Украины совершенно спокойно и не требуются никакие разрешения. То есть, пока еще его нет, но его примут. То есть, соответственно, польская армия может зайти на территорию Украины когда угодно и не нужно ни будет чего объяснять. Это, по сути, будет оккупационная армия. Она будет забирать часть украинских земель и попытается оставить их в составе Польши. Ну, соответствующим образом, сразу же этим же воспользуются Венгрия, Румыния и, возможно, Словакия. А многие говорят, что ситуация на Украине – результат происходящих глобальных процессов. О каких процессах идет речь? Да, так это и есть. Сейчас идет трансформация всей мировой структуры. То есть, раньше как было? Есть одна сверхдержава, после распада Советского Союза, например, а есть одна сверхдержава США, вокруг него все вертится, ближайшие соратники – Западный мир, все остальные, как бы, второстепенных ролях. Если мы обратим внимание на то, кто поддержал, вернее, кто стал резко против специальной военной операции, соответственно, объявил санкции, и кто нет, то мы увидим, что большая часть человечества, а именно страны-производители, они не стали объявлять санкции. То есть, объявили санкции только страны-паразиты, как я их называю, которые живут за чужой счет, которые печатают евро, доллары, и за них получают мировые богатства. И вот, по сути, сейчас идет восстание стран-производителей против стран-потребителей, стран, которые живут не своим трудом, не своим горбом, как говорят у меня дома. И понятно, почему эти страны сейчас поддерживают Россию. Потому что Россия ведет борьбу не только за себя, но и за них тоже. Потому что даже в недавнем прошлом ближайшие соратники американцев, саудиты, они ведь тоже против США, потому что они производители. И им не хочется просто так, за просто так отдавать свои деньги американцам. То есть, это не только борьба Китая и России. То есть, это восстание, знаете, вот как революция всего мира против поработителей, которые порабощали весь мир на протяжении столетий. В начале нашего разговора вы сказали, что вам, на самом деле, вы делаете весь этот ваш блог именно из того, что вам интересно, чтобы люди по всему миру услышали правду про то, что происходит на Украине сегодня. Как вам кажется, почему у жителей Европы одна правда, США и Канады другая, ну, вернее, у всего Запада одна, а у россиян своя правда? Что нужно сделать для того, чтобы не получалось, что разговаривают глухой с ним? К сожалению, технологии 20-го, 21-го веков создали именно такую ситуацию. То есть, мы внимательно посмотрим на исследования американских, в первую очередь, ученых 50-х, 60-х годов, школа юная и так далее. Они разработали теорию, как работает человеческий мозг. И исследовав его, они определили, как можно управлять обществом, любыми большими общественными массами. Если мы посмотрим внимательно на ту технологию, которая применяется сейчас в цветных революциях, то мы видим, что там именно работают наработки вот тех времен. И вот правда, да, что такое правда? Это то, что мы считаем правдой. Есть истина, а есть правда. Истина одна, правды может быть много. Ну, замечательный такой хрестоматийный пример, да, когда разводятся два человека, то есть мужчина и женщина. То есть, женщина, говорит, побежала к своим подружкам, пожаловалась, он такая скотина такая, они ее пожалели. Она правду говорит. И своя правда в этом коллективе своя. Мужчина побежал к своим друзьям. А, она такая, не такая, она нехорошая, нехорошая. И там вроде он правду сказал. Два противоположных точки зрения. Обе правды настолько противоположны. Вот это лучше всего показывает, как работает этот механизм. К сожалению, информационное пространство сегодня настолько управляемо. И так хорошо отточен инструментарий, который управляет, что можно создать альтернативные реальности. Например, можно рассказывать о том, что ты побеждаешь, хотя ты проигрываешь войну. Наглядный пример, я очень хорошо столкнулся. Небольшая война была в 2020 году. Армянно-Азербайджанская война, Карабахская вторая война. Так вот, я когда объяснял, я тоже очень детально описывал, жителям Армении о том, что они проигрывают. Они мне говорят, да что ты врешь, мы там ведь не скоро Баку возьмем. То есть, в Армении была создана такая информационная оболочка, которая рассказывала при полном реальном разгроме армии, что у них все хорошо. И точно так же в Украине сейчас много рассказывают. Они собирались еще два месяца назад в Москве парад победы делать уже в этом году. То есть, составить информационную оболочку. Вот такие специалисты, профессиональные, кстати, очень серьезный профессиональный Алексей Арестович, он очень серьезный профессиональный человек в этом деле, даже в бизнесе, я бы сказал бы. Он, кстати, в свое время привлекался для обучения многих российских ведущих политтехнологов, которые сегодня работают. И, как мне рассказал один очень такой знающий человек, только чисто по случайности Леша Арестович не работает на нашу сторону. Ну, как говорится, не сошлись в деньгах. Понятно. Конечно, люди, которые следят за вашим блогом, им интересно посмотреть, значит, узнать, что происходит сейчас на месте. Но то же самое, скорее всего, все хотят каких-то прогнозов. По вашему мнению, как будет складываться в ближайшее время картина, значит, какие именно варианты существуют развития? Ну, вариантов, наверное, есть много. На войне самое худшее, это предполагать и прогнозировать, особенно сроки, это неблагодарное. Самое проще, ну, как не то, что проще, но как-то можно еще прогнозировать общее направление движения. Но очевидно, что военные потенциалы России и Украины несовместимы. Понятно, что без каких-то внешних факторов Украина будет разгромлена. Она уже сейчас на фазе разгрома. И вот сейчас то, что происходит на Донбассе. Россия, что ведь, почему не спешит? А где, как бы, она хочет уменьшить свои потери. И самое важное, где это некуда спешить. Ну, вот, например, я приводил уже один пример в одном из интерьев. Вот, возьмем большой город-миллионник. Ну, например, Днепропетровск. Российская армия заняла его где-нибудь в октябринности. По примеру, Донбасс, мы понимаем, что будет разрушено там все, вся инфраструктура. То есть, начинается зима, люди замерзают, голодают. Кто виноват? Власть. А власть, на этот момент, Россия. То есть, соответственно, нет смысла брать города-миллионники вот где-нибудь уже осенью. Ты уже не успеешь его подготовить, но все проблемы ляут на тебя. Ну, опять же, если с другой стороны переигрываем. Вот сейчас никто не готовится на Украине к зиме. Ну, некогда. Нет у них ни ресурсов, ни денег, ничего. Тот же город Днепропетровск. Никто ни к чему не готовится. Приходит зима. Ну, пусть меньше проблем, потому что никто ничего взрывать не будет. Тем не менее, проблемы будут большие. В том числе, возможно, голод, возможно, отключение там и так далее. Кто виноват? Власть. Ну, теперь власть украинская. Соответственно, здесь очень важный момент, особенно важный момент в гражданской войне. Потому что руководство России воспринимает территорию Украины как территорию с народом, по сути, единым, братским. Не важно, в данном случае это вопрос терминологический. Но для них это своя, очевидно, территория, которую они не хотят разрушать. Им эта территория нужна как союзная, своя будущее и так далее. Это опять же детали. Судя по тому, что я вижу, скорее всего, своя. И отсюда надо работать, исходя не из того, чтобы побыстрее разбить, а из-за того, чтобы долгосрочный эффект был наиболее большим, максимальным. И исходя из этого, например, быстро бежать, тратя огромные ресурсы, убитые к огромной количеству убитых своих солдат, ради того, чтобы быстро взять украинские города, с точки зрения даже среднесрочной перспективы, в этом нет никакого смысла. Отсюда и такое небыстрое развитие операции на Донбассе, в первую очередь, хотя и по всей Украине. То есть дальше будет, естественно, Донбасская операция закончена, естественно, поражение в СУ там уже обеспечено. И по итогу, во-первых, когда и в каких обстоятельствах будет достигнут, я думаю, будет движение либо на Харьков, либо на Юг. Возможно, по очереди в этом году и то, и другое. Но не дальше. Дальше, я думаю, не будет. Понятно. А Вы иногда в своих анализах, ну, в том, что мы слышим в Вашем блоге, ошибаетесь? Все мы люди. Не ошибайтесь только Господь Бог. И если Вы видели, что Вы ошиблись, что Вы тогда делаете? А я всегда признаю свои ошибки. Многие мои постоянные подписчики знают, что я говорю, да, я ошибался. Я говорю, да, вот такая была. Я Вас ввел в заблуждение, я ошибся вот здесь теперь. Было все не так, как я сказал. Это для моего блога нормально. Вы сказали, что, как Вы видите, что, по всей видимости, это будет своя территория. На основании чего Вы пришли к такому выводу? Я смотрю сейчас те движения, которые в Херсонской области, Запорожской области. Очевидно, что российская власть уже дает открытым текстом, то есть депутаты Госдумы объявляют о том, что это будет территория России, то есть выдают российские паспорта в Харьковской области, Запорожской области, Херсонской области. То есть это уже не территория ДНР, ЛНР, да? То есть это территория той Украины, которая считалась Украиной. И, соответственно, понимая, как это может дальше двереться, понимая настроение жителей других регионов, я понимаю, что этими тремя областями это не окончится. Более того, я понимаю, что России ни в коем случае нельзя оставлять Украину как государство ни в каком виде, потому что это в любом случае будет антироссийский проект. Чем больше ты его ставишь, тем более опасным он будет. Естественно, Запад всегда будет разыгрывать антироссийскую карту. И для руководства России, если оно политически правильно, до этого все было так, оно и есть, оно правильно разложило свою игру большую, получается, что им нужно уничтожать украинское государство. Собственно говоря, чем они сейчас и занимаются. А вы считаете, что у России есть достаточно ресурсов для того, чтобы потом контролировать все это? Да, я вот обращаю внимание на Херсонский область. На самом деле, с юго-востока Украины Херсонская всегда была самая проукраинская. И то, как быстро перековалась вся херсонская элита, понимая, что теперь надо работать в новой ситуации, в новой пространстве, на сегодняшний момент, по тем данным, которые есть у меня, вся украинская херсонская элита работает теперь с Москвой. Понятно, что не все искренне, понятно, что там есть заслонные казачки, тем не менее, элита это о чем говорит? Это о том, что никакой партизанщины там не будет. То есть элита подавит, потому что им это невыгодно. Соответственно, эта территория быстро выйдет в состав Российской Федерации как субъект, и там проблем больших не будет. А дальше включается в работу те же самые информационные технологии, как они превратили этих людей в русофобов. Ровно так же мы видим, как быстро меняется, как только выключаешь украинский ящичек телевизионный, и выключаешь российский, как быстро меняется настроение. То есть люди, которые привыкли мыслить не системно, не критически оценивать ситуацию в мире, а привыкли просто вот клиповое сознание, так называемое, сейчас присуще более 90% людей, это и в Европе, и везде. Этих людей переключить на любую повестку, это же вопрос технологий и того контента, который ты им будешь прописывать на корочку мозга. Чем, собственно говоря, пропаганда будет заниматься, я думаю, через 5-7 лет вы эту территорию не узнаете. И, наконец, последний вопрос. Просто мне хотелось бы, учитывая настроение, которое существует, вернее, общественное мнение и западных стран, и, собственно, Сербии, где тоже есть часть общества, которое считает, что Россия не должна была начинать эту операцию, потому что она не должна была просто нарушать территориальную целостность международно признанной страны. Что вы могли бы в конце сказать нашим слушателям, нашим зрителям в Сербии, и не только, и в Европе? Я понял. Знаете, я вот таких случаев привожу к примеру. Вот у вас есть дом, семья, да, и вы узнаете, что где-то в соседнем селе есть человек, который пришел вас убить. У него уже есть оружие, он уже подготовлен, либо ему заплатили, либо он искренне вас ненавидит, и он готовится вас убить. Но он живет в соседнем селе. Пойдете вы в то село, чтобы спасти свою семью, забрать у него оружие и не дать ему совершить это преступление. Я уверен, что каждый из вас скажет, что вы так сделаете. А этот уровень государства – это вопрос условностей. То есть одно село, другое село, одно село, другое село. Украина создалась как государство с одной единой целью – убить Россию. Соответственно, аналогия более чем очевидна, и соответственно, действия России тоже понятны. Почему это не было сделано раньше? А потому что Россия в 90-х была слаба. Нулевых была слаба. Сейчас она намного сильнее. Она понимала... На самом деле, эта война была предрешена еще после распада Советского Союза. Судя по тому, что я вижу. Соответственно, как только Россия стала сильна настолько, чтобы решить украинскую проблему, она ее начала решать. Это вопрос безопасности. И любая страна, например, на которой ориентируются эти люди, которые осуждают Россию, например, на Соединенные Штаты Америки, у них там даже прописано. То есть любая угроза Америки, она должна быть уничтожена, где бы это в земной точке... где бы на любой точке земного шара она не была бы американцам обнаружена. Собственно говоря, Россия действует согласно той логике, которая действует и западный мир, и США. Просто проблема в том, что, как говорят белорусские оппозиционеры, вы не понимаете. Это другое. То есть одни имеют право действовать так, а другие нет. И вот в этом самая большая ущербность и циничность, и лживость вот того мира, с которым мы боремся. У нас стандарты одни для всех. То есть мы той же меркой, которой меряем себя, меряем других. А вот те люди, которые против нас, они для себя оставляют право действовать, как они хотят, а нам оставляют право действовать в рамках тех границ, которые они нам очертили. А это, я считаю, несправедливо. Юрий Иванович, спасибо большое. Спасибо вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова